здорово чуваки ходил короче сегодня на рынок за семенами прикупил семян на летние развлечения на летние посадки так что хотел показать чего приобрел вообще собственно щавель но это мать попросила это типа не моё отчасти здесь я буду конкретно растить это огурцы вот эти салаты скорее всего мне нравится растить ну и редисон и редисон типа особо прикола нет его растить он земля торчит и вытянул все прикольно растить огурцы потому что они как бы все лето они появляются увеличиваются увеличивается интересно наблюдать поливать ухаживать так же самое и салат но салаты ни разу не пробовал надеюсь что у меня получится его вырастить но не уверен мужик сказал который мне продавал что типа норм все будет все будет четко там типа сделаю как я сказал все будет хорошо ну посмотрим это уже будет на видео видно через сколько там через месяц я начну сажать салат где-то наверно сейчас потому что апрель холодный наверно в мае начале мая начну сажать его подготавливать участок под него а вот эти движухи ну не знаю надо ждать пока потеплеет потому что на улице еще в куртке ходить зимний легко можно земля точно не появилась собственно чем щавель взял но это наверно борщ будет щавель я херу зачем ночью ну сказали что хорошо растет и матери он нужен петрушка кудрявая кстати красиво выглядит так интересно если по насчет окрас лабы потому что в том году брал мы посадили она хера не выросла толком вот но вид у нее симпатично мне нравится прям как брокколи какие-то брокколи хотел взять защитом до хера всякой штуки продается интересный семян но там 90 процентов ничего расти у нас не будет точно ну потому что там нужны и грунт и хуюнт и добавки всякие биоми у блин короче ну типа ним не на не накупишься этой херни не факт что вырастет ладно собственно укроп кустовой аллигатор аллигатор длительность длительный период использования на земля зелень есть такое да вот еще петрушка листовая получается 1 петрушка и 2 петрушка 2 петрушки взял потому что они разные интересно вот этот интересно мне порастить было бы последить за ним так это есть редисон но редисон тоже в том году сажал я тип на картинке они тут ебать как голова ребенка на деле некоторые они были там ну такие побольше такие где-то но собственно все они были того такая такая хуйня с небо того же вытягиваешь и банок ладошка в рубленах морковку хавать нихера хотите написано сверх сверх ранний сочный без пустоты плюс устойчивость светушности интересно интересно терна редиску я люблю за 18 дней его растает на было пару пачек взять 8 за месячем за месяц уже будет готова но это как с момента как она прорастет скорее редис красный с белым кончиком белая сочная мягкая мякоть без пустот естественно а то люди нахуй с пустотами любят покупать редис ссора сорт из голландии не спрашивал кстати типа какой он там голландский не голландский разный давайте жара и халдасту холодостойкий плюс небольшая ботва плюс сочная мякоть без пустот кстати надо сажать я помню что когда-то на красную горку то есть это пасха у нас будет 2 мая через неделю полчаса красная горка что мы уже редиску хавали с огород так что нужно нужно через недельку полторы там начать с высаживать и попробуем базилик овощной фиолетовый ну опять же точно я не уверен что вырастет мать горит херчу вырасти ну взял тем более он недорого стоил 7 рублей так самому интересному огурец малыш пакет с двойным сроком годности я кстати малыш с мягким знаком написал потому что мне нравится вот вам так огурец малыш показанным ттт но мне нравится маленькие огурчики ну и большие для этих самых для веселья бывает и большим маленькие огурчики интереснее огурец китайский змей сорт из китай китайский змеи бать будет на но такой вот как упал по локоть ботва такая вот это интересно будет расти но в том году я тоже брал семена какие-то не помню тоже европейские такие огурчики в итоге они все чахли вяли блять и пособирать было чё но совсем не так как на картинке и совсем не так как ожидалось то есть обычные огурцы типа огурца малыша росли и росли только блять разрастались это же херня она еле-еле прорастала ну но не это другой сорт так что будем будем говорится посмотреть огурец из китая блять так что тут дальше подмосковские вечера вот это да вот эта вещь популярные партнер на партинокорпической теневыносливый гибрид для теплиц тоннелей открытого грунта ну ладно это мне посоветовал это пизда ну f1 значит блять они феминизированы значит типа будет все цветочки с огурцами но это бред далеко не факт далеко такого не будет потому что сколько я не брал феминизированные два года подряд и дорогие брал конечно меня сегодня увидел вообще за 98 рублей упаковку но я не стал брать такое ну короче брал там в том году за 60 рублей феминизированные вот кстати вот эти которые чахли и нихера не выросли они были феминизированы плюс стоимость была как 6 пачек малыша вот ну будем смотреть китайские многодетные f1 вот это интересно то что они типа будут так много и грозами вести как виноград ну по крайней мере на картинке так жара и холодостойчиво плюс до 250 зеленцов за сезон плюс лучше для засолки и консервание консервирование гибрид из китая гибрид из китая это интересно мне сейчас прервется запись и потому что снимаю 4k 8 минут уже сняла сейчас надо будет она включить так что дальше переходим мы вот это интересно я выберу потом фаворитов которые мне будут интересны в расчете буду буду выбирать самые лучшие места для него короче самые лучшие места буду выбирать под фаворитов сейчас мы определимся досмотрим огурцы ребятки с грядки f1 пучковой завязь пучковая зависть ультра ультра скоро спелый и высокопродуктивный гибрид с дружной отдачи урожая выглядит очень аппетитно и очень красиво маленькие такие класс тоже один из фаворитов огурец наташа f1 тоже f1 это все феминизированные засолочные плюс урожайный плюс устойчивых болезням это хорошо но он особо не впечатляет я взял чисто для матери ну типа есть один там на просто закрывашку или вот или вот это тоже на совета кстати тоже вот эта упаковочка что-то в районе 50 рублей стоит f1 пассаж ок на пассаж у короче для открытого грунта урожай до холодов то есть до октября можно будет еще собирать в два раза больше семян в три раза больше урожая один плюс один равно 3 не знаю что это за реклама такая огурцы серия лидер огурец серия лидер вот эта пачка прикольная то есть это вот самое из дешевых 15 рублей это уже попал по полтишку парижский корнишон огурец пакет с двойным сроком годности кстати в магазине то ли еще рано то ли что-то бабки перевелись блин в том году столько бабок в магазине было где покупался не семена сегодня же ну типа были тоже как бы очередь а стоял минут минут пять ну тогда было брать там буквально в две шеренги блин по 20 человек стояла сегодня же там человек 10 салат листова кстати огурцы закончили до полчаса с огурцами ну малыша интересно вот это интересно подмосковские вечера но это просто подороже тоже вроде как интересно но вот это больше парижский корнишон вот пассажок это но это не маленькие огурцы это не маленькие огурцы так что короче смотри корнишон парижский ребятки с грядки китайский многодетный китайский многодетный вот этот змей я даже знаю где его посажу ну и огурец малыш он тоже потому что на тип нами как корнишон ну разберемся короче вот это фавориты они будут высажены в самых лучших местах остальное не знаю ну там может еще и на мать на матери на территории короче на отдельном участке она там высадит это может я чуть добавлю если будет место у меня он с огурцами короче разобрались с фаворитами взял арбузы над взял по приколу опять же поливать нужно у меня воды херман не уверен что получится их нормально поливать вообще не уверен что будет вода бля потому что воды у нас уже нету блин почти месяц какой-то пиздец как блин ладно короче арбуз арбуз дынька колхозница это самая популярная дыня типа возможно она и будет я думаю вообще все что вот это и тут есть чтобы да и вырастет но какой будет плод мне понятно марку блин арбузы типа но за вот этот топлю шуга baby интересный галактика ну типа я пощаю что ничего нибудь шуга baby такие будут такие дурочки маленькие тоже прикольно 1 колхозница и большие у меня ставки это кабачки взял на не типа пиздаты дорогие что-то там по 40 рублей кажется за пачечку и в итоге типа 80 рублей а вот тут это то что расти не будет это я взял не потому что дурачок вот это мне сказал типа бля будет расти клянусь ты брат будет россию айсберг это же дорогой салат ебать те урод он будет брат что будет ахуй только мне начал показывать какие-то там кислостяки типа водки слить там они любят там что-то та земля кислит бля типа надо это вот я вот это покупаю там подливаю мой понятно но думаю ладно возьму все равно там что в рублей на 20 стоит ну конечно очень хотелось бы чтобы ладно на пекинскую плохо вот на айсберг я конечно хотел чтобы она выросла потому что это капуста ебать ебать твердая хрустящая и мягкая в то же время короче идеально под салат цезарь то есть типа это говно это идеально под салат цезарь эти все листья не хрустят ну ладно лолоросса салат листовой вот это будет расти наху то есть подсказал как надо это все будет сниматься буду показывать как это все сажу проращиваю салат майский король майский король вот это должно расти васи вот этот 2 должны точно расти потому что это салата салаты у нас росли и вот между прочим третий салат кучерявая одесса одесский кучерявый кучерявец одесский богатый витаминами хороший вкус без горечь а это устойчивость стрелкованию хороший вкус плюс декоративность да вид у нее прям вообще топ типа одинаковые вот салаты но но и это тоже но этот самый крутой будут тоже вся растить меня будет еще черри помидорки но это мы будем покупать отдельно же рассады так что будет очень красивая у меня надеюсь в этом году огородец если блин даст бог будет вода то будет прям красивый контент сниматься на такую камеру конечно какой есть это тоже взял по приколу хера ночью вырастить чуваки но взял так взял капуста белка белокочан на f1 казачок типа еще уже лето не закончится она уже должна быть будет быть вот так что такие сегодня покупочки вся эта штука мне обошлась что-то в районе 500 рублей еще нужно картошки взять пол ведра хочу посадить тоже попробовать а чё нет молодую картоху пожрать блин так чисто пол ведра и чё еще хочу надо и в принципе новую черри черри вот блин обязательно должны быть в этом в этом сезоне должны быть у меня черри потому что в том году я брал черри и нас оказывается на ебали и там были блять вместо вот таких вот черри там были вот такие вот черепли короче надеюсь в этом году все пройдет по плану и продукт нам нормально черри где реально будет маленькие кисточки помидорок не что ладно всем спасибо кто смотрел подписывайся контента будет море особенно с огородом всю весь сезон будет с огородом спасибо ставь лайк